Тверская область присоединилась к информационно-разъяснительной компании Социального фонда России. В её рамках специалисты ведомства проводят встречи со студентами, рассказывая всё о пенсиях. В столице Верхней Волжи одна из таких лекций прошла в технологическом колледже. Сотрудники социального фонда уже не в первый раз приходят к студентам технологического колледжа с лекциями о пенсиях. На них, кстати, приглашают учащихся не всех курсов, а так называемую серединку. Очень важно заинтересовать молодежь. Ведь этим ребятам всего по 15-16 лет. А значит, на заслуженный отдых они выйдут через много десятилетий. Кто-то и вовсе через полвека. Однако пенсия начинает формироваться сразу же с момента выхода на работу. Поэтому вооружаться знаниями надо уже сейчас. А они у ребят, естественно, пока довольно приблизительные. Ну, я знаю, что им положенным людям уже выплачивают, когда они не могут работать уже, их отправляют на пенсию. И они выплачивают какую-то сумму, чтобы они могли платить ту же самую коммуналку, чтобы купить еду на проживание. Но ещё на это очень много влияет. Какие-то военные, может. Или просто, например, женщина была работником тыла в военное время, и у неё пенсия, например, может начисляться, во-первых, больше или раньше. Общение проходит в формате сначала лекции, затем вопрос-ответ. Студентам рассказывают, зачем нужен СНИЛС, как формируется пенсия и что нужно делать, чтобы получать её в достойном размере. Также молодые люди знакомятся с электронными сервисами социального фонда. Узнают, какие услуги можно получать, не выходя из дома. На портале госуслуг он может с подтверждённой учётной записью сформировать выписку из своей трудовой книжки, где будут отражены все периоды его работы. Это нововведение, которое у нас сейчас действует. А молодые люди, у них будут только электронные трудовые книжки. И, соответственно, именно там отражается их официальное трудоустройство. Уроки пенсионной грамотности в Тверской области ежегодно проводятся в рамках Всероссийской информационной компании социального фонда. До конца года такие занятия состоятся во всех районах Верхней Волжья. Причём в том же технологическом колледже подобный ликбез пройдёт ещё не один раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...